Приветствую всех на канале Sax Instructor. Сегодня 33-я виниловая суббота и сегодня мы послушаем замечательную пластинку, которая называется Light at the Festival. Это пластинка, которая записана вживую на фестивале джазовой музыки в Любляне, в стране, которая сейчас уже не существует, в Югославии. Запись была произведена в 70-м, в 72-м и в 73-м годах. То есть это совершенно разные годы и разные выступления, как по составу участников, так и по стилю. Я думаю, не стоит объяснять, какое влияние на музыкантов в соцлагере оказывали зарубежные артисты, которые приезжали на фестивали. Достаточно вспомнить визит оркестра Дюка Электона в Советский Союз. Музыканты обмениваются опытом, происходит культурное взаимодействие, невозможно переоценить этот музыкальный опыт. Ну и, наконец, любая живая запись всегда для меня имеет некоторое преимущество над студийной, несмотря на, может быть, более худшее качество записи. Но при этом тот кураж, который музыканты получают от зрителей, он, конечно, никогда не достижим в студийных условиях, достаточно стерильных. Поэтому на концертах музыканты часто играют более развернутые импровизации, смелее уходят в неизведанное. Поэтому я всегда советую, кроме студийных записей, обязательно слушать живые выступления ваших любимых артистов. На этой пластинке всего четыре трека, и каждая композиция играется своим составом. Первую сторону пластинки открывает заменитая восточная композиция Майлса Дэвиса «Нардис». Её исполняет Билл Эванс на фортепиано Эдди Гомес на басу и Тони Оксли на барабанах. Кстати, в начале композиции звучит голос Билла Эванса, который объявляет её. Вторая – одна из самых известных композиций Толониуса Монка, баллада «Round about midnight». Исполняет её норвежский дуэт. Вокалистка Карен Крок, а контрабасист – Арилд Андерсон. Вторую сторону пластинки открывает великий ужасный Арчи Шепп, представитель фриджазового направления. Композиция называется «Son is Back». Арчи Шепп на тенор-саксофоне, Дэв Баррелл на фортепиано, Дон Гарретт на контрабасе, Сузан Фасто – перкуссия и Мухаммад Али на барабанах. И завершает эту пластинку композиция Херби Льюиса «The Creators». Её исполняет на вибрафоне Бобби Хатчерсон. На тенор-саксофоне Харалд Лэнд, на фортепиано Хал Галпер, на басу Регги Джонсон и на ударных Джо Чемберс. В описании к этому видео, как обычно, будет ссылка на Boost, где все желающие могут послушать обе стороны этой пластинки. И отдельная ссылка для патронов, по которой можно скачать все треки с этой пластинки в формате MP3 и WAV. Желаю вам приятного прослушивания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok